Здравствуйте, уважаемые друзья! Нам очень приятно встретиться сегодня с вами на программе «Познаем истину». Именно с вами мы будем открывать Священное Писание, знакомиться с этой удивительной книгой Библии. Хочу представить вначале гостей нашей студии. Сегодня у нас в гостях Азар Тахири, предприниматель и пасторы церкви Олег Гончаров и Лев Бондарчук. Здравствуйте, друзья! Сегодня тема нашей встречи «Да будут все едины». Очень интересная тема. Я думаю, что, наверное, вы как пастора не один раз проповедовали на тексты Священного Писания. Это Евангелие Теяна, 17 глава. Именно с этой главы давайте мы прочитаем 20-21 текст. Это такие основные тексты нашей сегодня беседы. Но не только о них я прошу, ибо всех прошу, кто внимает их слова, приходить к вере в меня, чтобы все они едины были, как ты, Отец, во мне и я в тебе, так и они будут в нас, дабы поверил мир, что это ты послал меня. Спасибо, это в современном русском переводе. Скажите, пожалуйста, с какого возраста ребенок начинает отстаивать свою независимость от родителей? Трудно сказать, с какого возраста он. Ну, вы так, вот у вас есть дети, вы вспоминаете, когда ребенок уже пытался делать что-то независимо от вас, он не нуждался в вашей помощи? Это происходит просто разный у всех возраст, когда дети начинают это делать. Где-то, наверное, уже с 12 лет такие попытки. А когда ребенку 2 года, и он пытается обуться, не отличая левый ботинок от правого, когда мы пытаемся его как-то остановить и говорим, давай я тебе помогу, он говорит, я сам могу это сделать. Вот скажите, вот это я сам. Действительно, мы это произносим потом, особенно в подростковом возрасте, это очень сложные отношения детей и родителей, потому что дети становятся взрослыми. Вот это выражение или принцип жизни, может быть, я сам. Такое решение помогает нам или мешает вообще по жизни, становясь уже взрослыми людьми? Без этого я сам никогда не получит человек возможность принимать решения самостоятельно, не научится. Вы часто нуждались в посторонней помощи или вас, может быть, даже задевало, что посторонние люди хотят вам оказать помощь, и вы говорите, извините, я сам это сделаю? Хотя было бы неплохо, если бы кто-то помог. Вы знаете, если говорить обо мне, то мне всегда нравилось работать вместе с кем, и когда кто-то мне помогал, мне было приятно. Но вот у меня в моем характере есть такой недостаток, что я пытаюсь все, что можно, забрать себе и делать сам. Да, я пытаюсь это делать, и с этим мне приходится сильно бороться. Вот вы как раз говорите о том, что у вас есть желание как бы все сделать своими руками. Вот это желание идти впереди, быть первым – это сродни эгоизму? Не всегда. Иногда быть первым – это ответственность. Когда человек чувствует, что на нем лежит ответственность, он вынужден идти первым, понимая. Это если ты, например, военным в армии, то первый должен быть командир, который берет на себя ответственность, принимает решение. И точно в церкви тоже, если это пастор, что-то происходит, нужно волевое решение, и здесь пастор берет на себя ответственность. Это, по-моему, Суворов говорил, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, правда? Да. Вот, то есть, мне кажется, что здесь есть положительное такое… Но эгоизма в этом нет, да? Ну, я сейчас говорю не об эгоизме, я говорю, что… То есть, я говорю, это сродни эгоизму или нет? Нет, потому что, когда вы говорите об ответственности, человек больше думает об ответственности или больше, может быть, о полномочиях и каких-то привилегиях в жизни, если ты будешь первым? Потому что за тобой уже кто-то… Дело в том, что это может стать эгоизмом, если человек, потом, став взрослым, уже ведя свою взрослую жизнь, не хочет ни с кем делиться, сотрудничать, он все берет только на себя, и это может стать эгоизмом. Вот такая… Но это может и положительная быть чертовка, которую мы почеркнули. Что человек стремится чего-то достичь в своей жизни и берет на себя, как вот Лев Иванович сказал, ответственность. Определенная ответственность. То есть, это пример, это ответственность, это нормальные, в принципе, вещи, да, когда ты занимаешь такую позицию. Но многим вообще как бы не нравится, когда кто-то идет впереди. Вот как раз мы сегодня говорим о единстве. Вот вы знаете таких людей, которых называют выскочками? Встречались, да? Да, знаю. Может быть, и кто-то из нас. Потому что вообще интересно, мы когда-то выступали в этой роли, каждый из нас был, как вы думаете? Думаю, что были. Вот как, вот почему мы их называем таким словом, выскочка? Вот как на них реагировать? Почему они вот обозначаются таким словом? Как правило, это вопрос отношения. Если тот человек, который в данном случае выступил не тогда, когда вы ожидали, и не там, где вы хотели, он вызывает у вас негативные, так сказать, эмоции, в этом случае он однозначно выскочка. А в том случае, когда этот человек вдруг дает возможность вам решить какие-то, так сказать, свои поставленные задачи, то это просто активный человек. То есть вопрос в нашем отношении к нему. Мне кажется, в этом. Вопрос, да, в отношении, наверное, человека. Если мы не видим вокруг себя окружающих людей, их не замечаем, и тогда мы становимся выскочками, да? Или все для нас выскочки, да, потому что они, ну, как бы не прислушиваются к нашему мнению. Да, то есть если мы только на себя сконцентрированы, на себе любимом, да, то вот как раз это пример выскочки, наверное, и есть, да? А когда мы с людьми умеем работать, сотрудничать, да, вместе, мы никогда не будем. Мы можем быть активными, вот как вы сказали, да, людьми, там, выдвигать какие-то идеи, предложения, но если мы умеем работать в сотрудничестве с другими, да, уважать мнение других, да, вообще уважать других людей вокруг себя, любить их, мы выскочками не будем уже в этом случае. Вы все автомобилисты, да, имеете автомобили. Вот когда вы едете на автомобиле, кто-то пытается вас обогнать, у вас не появляется желание плотнее нажать на педаль газа и не позволить вот им этого сделать? Появляется желание. Появляется. А откуда, вот в чем проблема? Ну пусть бы обогнал и ехал. Задевает достоинство. Достоинство наше, что я медленно еду. Какое достоинство? Я наблюдаю часто, не пропускает. Вот ты начинаешь там идти на обгон, тебя просто не пропускает. И он увеличивает газ, да, и тебе как бы, ну, его не обогнать. И не знаешь, даже как вести себя, даже создается аварийная ситуация. И потом ты все равно его обогнал. Он, ну, называется, что спекся, да, где-то уже там медленнее едет. Ну вот откуда оно берется, такое желание, не позволить это сделать? Ну, человеческая природа наша такая. Верховная природа. Я думаю, что это настроение человека, к которому он едет. А это не характер человека? Ну, а настроение, так сказать, оно постепенно в характер превращается. Если вот, в общем-то, вы знаете, я заметил, я был, несколько лет были за границей, да, и вот приехал сюда, и вот сел за руль. И здесь вождение агрессивное немножко, да. И вот первый момент, значит, я поймал себя на мысли, что у меня есть внутри раздражение. А это только первые дни в церкви были, и я начал, первая мысль пришла, что же ты заверующий, если у тебя такое в душе. Я тогда все время пытался с собой. Сейчас уже привык, да. И я стал пытаться себя по-другому настраивать. Ну, человек торопится, пусти его, что ты. И вы знаете, потихонечку у меня удивительно, я ехал совершенно спокойно, я мог что-то поставить слушать, меня не раздражало это. То есть обогнали тебя, и ты как бы спокойно. Ну, страшно, да, я не замечал то, что обогнали. Но вопрос в том, что если ты настроен по-другому, то в общем-то у тебя любое, так сказать, неожиданное изменение в позиции, оно начинает раздражать. Ну, то есть это мы говорим об автомобиле, но вообще-то по жизни вдруг видишь, кто-то тебя там пытается где-то что-то объехать вокруг тебя, а то вот локти почему-то самопроизвольно так и раздвигаются, остановят человека. Ну, хорошо, давайте мы прочитаем 17 главу, мы будем читать сегодня эту главу. Иван Геотеянно, прочитаем первые пять текстов, пожалуйста. После всех слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Спасибо, это первые слова, вот этой молитвы Иисуса Христа, обращения к своему Отцу. Он здесь говорит о славе, он говорит о кресте. Вот разве можно, с логической, разумно ли, наверное, с логической точки зрения, креста считать славой Бога? Ну, с человеческой точки зрения, конечно, с точки зрения мира, да, конечно... Здраво ли с мир считать победой? Нет, конечно, в той культуре, особенно, в которой было написано Евангелие от Иоанна, это греческая, греко-римская культура была, там наоборот, Бог должен был быть сильным, Бог должен был всегда побеждать своих врагов, а крест считался позорной смертью, и поэтому в греко-римской культуре было нонсенсом, что вот Бог на кресте прославился. Это просто, ну, что-то выходящее... Может быть, поэтому и не было принятия так Иисуса Христа многими людьми, да, в свое сердце, потому что, ну, вот эта самая идея, Бог умирает на кресте, она как-то не укладывалась в сознание людей. Не укладывалась абсолютно. Потому что все-таки Бог, это должен был победитель, который... Ну, как Зевс, в общем-то. Ну, наверное, который мог выйти из этой ситуации, чтобы его не распяли. То есть идеал божества – это Зевс, громовержец, который там на Олимпе, который всем повелевает, всем управляет. Вот его слава там на Олимпе, вот он недосягаемый, вот, а здесь они считали, что это за Бог, если он на кресте умер. Вот смотрите, что пишет Павел, посланник филиппийцев, давайте мы прочитаем 2 глава, 8-9 текст именно об Иисусе Христе. Смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестны. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот интересно написано, что смирил себя даже до смерти крестной. Почему для Бога так важно послушание? То есть Он был послушан всему тому, что с Ним происходило. Мы говорим о Господе нашем. Почему для Бога послушание настолько важно? Потому что мы, когда изучаем Священное Писание, мы находим этот великий план искупления, который описан о том, что еще до сотворения человека, нашей планеты, Бог в своем плане предусмотрел, что на случай падения человека, Бог готов пойти на эту жертву. Он готов отдать своего единственного Сына, Господа Иисуса Христа. И Иисус готов был исполнить это. И вот это, конечно, является славой. Когда Иисус Христос оставил небеса, престол, всю славу, снизошел, написано, смирил себя. Это все оставить, и Он снизошел, принял человеческую плоть. Как раз смирение, оно очень связано с идеей единства. Потому что если ты не смирился, если ты не признал, вот мы говорим, да, верховенство право, если мы не принимаем мнение большинства людей… И Он не смог бы тогда быть послушным. Послушным. А вот когда, если говорить о таких ослагаемых единствах, вот на какое бы место вы поставили именно послушание? Или смирение, другими словами? Ну, это один из первых таких моментов. Почему это один из первых моментов? Мы не только говорим о жизни Иисуса Христа, мы говорим о нашей с вами жизни, да? Почему это один из главных элементов, и вот действительно послушание можно, наверное, поставить вот один из первых, да, рядов этих, или всех слагаемых? Ну, потому что без этого, без смирения, что такое смирение? Это признание своей слабости, наверное, признание того, что, возможно, я не прав, что кто-то… Я не во всех вещах разбираюсь, да. То есть осознание этой, вот, помогает нам увидеть свое истинное состояние, получить силу от кого-то, помощь и так далее. Вот это один из шагов для того, чтобы пойти дальше. Ну, я бы добавил, что смирение – это, наверное, и признание ценности другого человека. Конечно, да. А если мы не будем признавать ценность ближнего своего, то как мы можем достичь единства тогда? Вообще умение слушать, наверное, это одна из самых больших, или неумение слушать – одна из проблем человека, потому что когда ты готов выслушать, потому что мы принимаем решения, часто не выслушав друг друга. Вот в разговоре, в споре, в злобе где-то принимается решение, так часто происходит и в семье, если бы остановились вдумчиво, подумали, выслушали друг друга, наверное, ситуация была бы совершенно иной. Интересно, когда мы читали эти слова, Христос молится о том, о славе, Он говорит о связи со Своим Отцом, и далее вот третий текст, Он говорит «Сия же есть жизнь вечная». Вот какое вам видится жизнь вечная? Чем вечная жизнь отличается от нашей земной? Ну, я думаю, что в первую очередь вечная жизнь, она имеет в виду обязательно близкое общение с Богом. То есть это общение и постоянная, скажем так, связь с Богом, и все те дела, которые ты будешь делать, вы будете делать вместе. Вот это самое главное. То есть единение с Богом. Посмотрите, давайте мы прочитаем послание Кремлина, Кремлина 14 глава, 17 текст, что вот что Павел говорит о вечной жизни. «Царство Божие – это ведь не еда, не питье, а праведность, мир и радость, даруемые Духом Святым». Как Павел определяет, что такое жизнь вечная для него? То есть он говорит, это не пища, не питье, как многие думают. Ну, знаете, вот как попадем в сказку и… И будут кисельные берега, да. Ну, как говорят, да, вот будем жить как в раю. Для апостола Павла он говорит, что Царство Божие – это не пища и питье, когда он говорит о Царстве Божьем, о жизни вечной. Но что он говорит? Какие принципы он здесь отмечает? Мир, радость, праведность, даруемость Духом Святым. То есть он говорит о плоде Святого Духа, о котором он же говорит в послании Галатам. Можно ли утверждать, что вечная жизнь – это наша с вами жизнь, может быть, сегодня, но совершенно другого качества? Можно говорить о том, что… То есть это качественная жизнь, которая наполнена вот плодами Святого Духа, и поэтому ты уже живешь, как Христос говорил, Царство Божие внутри вас есть. То есть ты уже живешь вот этими принципами, принципами Царства Божия. Вечность – это не всегда может быть продолжительность, а вечность – это качество, которое не меняется, да? И именно, так сказать, повернувшись лицом к Богу, и имея с Ним общение, да, и почувствовав то, что Он тебя слышит и отвечает, и вот эти мгновения – это те элементы, так сказать, вечной жизни, которую мы будем чувствовать там всегда. Ну, вечная жизнь – это и то, и другое, это и продолжительность, и качество. Да, безусловно. Которое одно без другого не… Конечно, когда мы говорим уже, когда закончится вот эта земная история, помните, да, и книга Откровения очень ясно показывает, что будет происходить, когда мы говорим об отсутствии слез, смерти, болезни, всех страданий. Но Христос хочет нас уже ввести вот в это понимание жизни вечной, потому что туда войдут те, которые как раз вот имеют вот то, что идет перечень Святого Духа. Радость, мир, долготерпение, да? Помните, идет перечень кротость, воздержание, а это все принципы единства. Это то, что сегодня должно быть в жизни каждого человека. Иисус, так сказать, предвидел, что, живя на земле, его ученики, его последователи, они будут встречаться с разочарованиями, с гонениями, с трудностями, с болезнями. Вот. И он хотел обратить их внимание, поэтому он постоянно, и апостол Павел, мы видим, цитирует о том, что христиане должны иметь вот этот мир. Может быть, внешне оно все по-другому, там бушует что-то, тревоги какие-то, беспокойства. Но когда человек взирает на Бога, он понимает, что ему за рамками вот этого, то, что вокруг может быть радость, мир, вот эта праведность. То есть, если тебя гонят, огорчают, над тобой издеваются, а ты молишься за этих людей. Поэтому как раз Иисус хотел обратить внимание на своих последствий и сказать, что, если вы будете со мной едины, то вы легко пройдете этот жизненный отрезок времени жизни своей, и вы сможете преодолеть. То есть, этим принципам вечной жизни нужно учиться сегодня. Да. Ну, учиться и их разделять. И разделять, и жить. Потому что я встречал людей, их немало, которые говорят, а зачем мне вечная жизнь, если там не преподействовать, не пить, не развиваться. Совершенно неинтересная жизнь. Что я там буду делать, да, они говорят. Скучно будет. Что там, там будет скучно для меня. Ну, и действительно, для такого человека, который эти принципы не разделяет, которых мы читаем. Слово, что описание говорит, что их так не будет. Да, то их там не будет, потому что для них, если бы им дать такую вечную жизнь, для них уже ад был бы. Это мучение. Мучение были бы, да, наказание. Интересно, здесь Христос говорит, когда вот эта молитва, слова «Да знаю тебя, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Знание Бога, оно сопряжено со многими трудностями? Знание Бога, да, в этом мире особенно, в котором мы живем, сопряжено со многими трудностями. А что приходится пережить человеку для того, чтобы, ну, знать, знание тебя написано? Некоторые говорят, лучше бы я и не знал. Потому что знание, оно, в общем-то, предполагает ответственность определенную, во-первых, человек. То есть вот мы знаем, как говорит Христос в Библии, а в жизни мы видим иную, да, жизнь. Значит, знать же Бога, это нужно как-то вот на практике, это не просто, ну, знаете, голословное такое заявление, я знаю Бога. Ну, о том, что Бог есть, знают очень многие люди. И с этим соглашается, наверное, 99%, что есть. Но если не Бог, то сила, не сила, но какое-то добро. Познание Бога мы откуда приобретаем? Мы приобретаем от окружающей природы, когда мы видим, как чудно она создана, да, и мы приобретаем от книги Библии, вот, где выражена воля Божия по отношению к нам. Когда мы общаемся с природой и общаемся с Библией, мы познаем Бога в своей жизни. И эти познания, конечно, они не просто вот реализуются в этом мире, потому что в этом мире мы видим явное противоречие с тем, что написано в Священном Писании. И верующий человек испытывает каждый день, наверное, вот эту борьбу. Мы говорим великую борьбу. Но здесь важный элемент доверия. Да, еще хотелось бы подмечить, что в Библии мы знаем многих героев библейских. Я одного упомяну, это Авраам, вот, который знал Бога, который сказал, Авраам, иди, принеси сына, голос. Мы сегодня, если бы сегодня я услышал, я бы сказал, ну, как может Бог такое сказать? Ведь он говорил, нельзя убивать, то есть вот это знать. Но другое, что страдание, или как мы говорим, вот, заставляет больше, быстрее узнать Бога. Когда мы смотрим сегодня на цивилизованные страны, вот, в частности, взять Европу, Северную и так далее. Вы знаете, там настолько все благополучно, что им Бог не нужен. Они говорят, а мы уже ранее построили здесь на земле. Как вы говорите, они предполагают, что-то есть, некая сила, может быть, есть Бог, но они в него не верят, он им не нужен. То есть человек не знает, да, мы говорим, что какие-то знания, может быть, смутные, что-то есть, но знание Бога, оно включает доверие. Вот, чтобы доверять Всевышнему, как вы думаете, сколько пудов соли с ним нужно съесть? Чтобы доверять Всевышнему? Вот, чтобы доверять человеку, мы говорим, не один пуд соли нужно съесть. А чтобы вот проявить это доверие Богу, человека я вижу, здесь Бога не вижу. Ему нужно доверять. Я думаю, в первую очередь, знание Бога – это тот, так сказать, элемент, когда общение, когда человек обращается и видит реальные результаты, которые происходят в его жизни. Это непросто, потому что иногда мы ответ Божий просто не видим. А вот именно для общения с Богом надо научиться видеть этот ответ, потому что ответ не всегда такой, который мы ожидаем. Посмотрите, апостол Павел, когда он заявляет, я знаю, в кого веровал, значит ли это, что если ты знаешь так хорошо Бога, то он оградит тебя от всех опасностей и благословением теперь не будет конца? Я знаю, в кого я уверовал. То есть я знаю, что вы мой хороший друг. Разве вы меня можете подвести? Нет, Бог подвести не может, но вопрос в другом. Вопрос в том, насколько то, что я ожидаю, действительно хорошо для меня. Ведь у Бога есть… То есть наши ожидания могут не совпадать, да? Наши ожидания не совпадают с волей Божьей чаще всего. А если я доверяю, если я верю этому Богу, то независимо, как бы ни складывались мои обстоятельства, даже я, если я заболел или что-то касается моей семьи, но если я доверяю этому Богу, я буду продолжать верить, проходя это вместе с Богом. Вот здесь важна вот эта вера, доверие, знание этого Бога. А знание у всех по-разному. Чем больше мы времени с ним проводим, тем мы лучше его знаем. Хотя можно в один раз. Есть такие случаи, когда человек вот сказал, Господи, помоги мне, и всё. Это была одна встреча. Хорошо, друзья, мы продолжим нашу беседу, сделаем небольшую паузу и вернёмся на программу. Уважаемые друзья, не переключайтесь, а оставайтесь вместе с нами. Это программа «Познаём истину». Друзья, это программа «Познаём истину». Спасибо, что вы по-прежнему с нами. Хочу вновь напомнить вам, что вы можете связаться с нами, с нашей программой. Если есть вопросы, которые волнуют вас, когда вы изучаете, читаете Священное Писание, пожалуйста, вы можете связаться с нами, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. А мы продолжаем нашу беседу. Итак, мы начали вот с первых текстов 17 главы Ивана Геотиана. И давайте мы далее прочитаем. Это 17 глава с 9 по 11 и 17 по 19. Вот таких два небольших отрывка из этой главы. С 9 по 11. Да. «Я о них молю, не о всём мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И всё моё – твоё, и твоё – моё. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду. «Отче святой, соблюди их во имя Твоё, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». И 17 по 19. «Освети их истинною Твоей, слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинно». Итак, Христос молится за своих учеников, да? Он молится о том, чтобы Отец Небесный сохранил их, находящихся в этом мире. Мы говорим, что наша вера проявляется вот здесь, на земле, когда мы живём обыденной жизнью. Для человека вообще всегда существует опасность потерять веру? Да, конечно. То есть на протяжении, сколько ты веруешь, эта опасность, она как бы где-то всегда рядом ходит с тобой, что ты её можешь потерять? Конечно, потому что есть враг человеческий, да, и Божий враг в Библии говорит о том, что он пытается похитить эту веру. А вера, Олег, скажите, а вера, она где-то внутри человека или на поверхности? Что мы говорим, что всегда есть опасность, что её потеряют. Вы знаете, как люди, ну, например, там телефон, кошелёк, они прячут где-то подальше в сумочку. Если открыта сумка, у тебя есть большая вероятность того, что у тебя этот кошелёк или телефон могут украсть, поэтому мы прячем куда-то поглубже. С верой то же самое происходит. Она должна быть где-то там внутри, чтобы никто её не забрал, либо она должна быть на поверхности? Ну, вера, она должна быть в первую очередь внутри. И это значит, что поступки, которые ты совершаешь, они должны основываться, стоять на этой вере. По твоей прогнозы, они также должны строиться. Но, к сожалению, на этой жизни бывают разные ситуации, в которых мы, наша логика, наш опыт, бывает, забивает веру. И я думаю, что каждый с этим встречался, с этими, так сказать, ситуациями. И вот в эти моменты есть реальная опасность в потере веры. Когда твоя логика, она говорит, да ты что, куда ты идёшь? Так нельзя. Но мы живём в разные, как бы, этапы истории. Ветры перемен, они как-то влияют на нашу веру? Вот легко её так пошатнуть, сдуть? Вот вы, наверное, как служитель, вы общаетесь с разными людьми. Вы видите, что люди вот как поверили, так и стоят? И ничем не пошатнёшь, либо появляются, может, какие-то новые идеи, взгляды, какие-то события, обстоятельства, и вдруг с людьми что-то происходит? Конечно, сказать, что вера, она статична, это очень опасно. Это очень опасно, потому что вера зависит от того, насколько мы знаем хорошо Бога, насколько мы, здесь мы читали только что, священцы, доверяем Богу, насколько мы читаем Слово Божие, здесь написано о святии истинной, потому что это истина в Слове Божьем, от этого зависит. И в Новом Завете мы находим, что Пётр тоже имел веру, но эта вера пошатнулась, когда он начал уповать на себя. Поэтому всё зависит от того, какие отношения у человека с Богом, проводит ли он время в общении с Богом, от этого зависит его вера. Она возрастает или она охлаждается, и он её теряет. Приходят какие-то кризисы, трудности, и он теряет. А вероятность потерять веру всегда есть. Как и вы говорили, потерять кошелёк. Мы имеем кошелёк, но у нас есть шанс его потерять. Поэтому если мы будем постоянно следить, закрыта ли у нас сумка, закрыт ли кошелёк, этим самым мы как бы защитим себя. А Библия очень часто упоминает эту идею, вот этого бодрствования. Да, конечно. Трезвитесь, то есть следите, пожалуйста, за собой. Интересно, вот мы прочитали эти тексты, когда Христос говорит, они не от мира. Как понимать слова Христа, они не от мира? Когда он говорит о себе, я не от мира, это понятно. Но они эти простые люди, которые продолжают оставаться в этой среде. Ну, они другие ценности исповедуют, чем те ценности, которые исповедуют люди мира. И если в этом мире принято, чтобы меньше служил большему, например, то в Библии есть, Христос говорит о другом принципе. Кто из вас считает себя большим, пусть будет слугою для меньшего. Олег, смотрите, но Христос молится за учеников? А сколько они там спорили между собой, кто больше, кто меньше, кто по праву. В мире действует принцип око за око и зуб за зуб, а Христос говорит, возлюбите врагов ваших. То есть, смотрите, совершенно противоположные принципы изложены в учении Иисуса Христа. И он не просто их излагает, а он их в жизни своей воплотил, эти принципы. Потому что он больший, он наш Господь. Он отдал свою жизнь за нас, меньших. И в эти моменты, когда ученики размышляли, кто из них будет больше, как раз это показывало о том, что они не понимали ценностей, принципов Царствия Божьего. То есть, в этот момент можно сказать, что они были от мира сего. Конечно, конечно. Человек не от мира сего. Это, например, тот ученый, который открыл решение задачи, «Я отказался от премии, которую весь мир поставил на уши». Так бы его никто не заметил. А так все сказали, что как это, живет в какой-то двушке, и отказался от Нобелевской премии. А он отказался. Как раз это показывает, что ценность этого человека другая. Отличается от того, что общепринято. То есть, как все утверждают, знаете, все так живут. Но вот и ваш пример, и, наверное, мы можем привести массу других примеров. Нет, не все так живут. И интересно, что Христос молит, не забирая их из мира, но 15-й текст написан, но сохрани их от зла. От какого зла? Ведь люди живут среди зла. Вот какую идею, как вы думаете, здесь имел Господь, когда Он просит Отца сохранить их от зла? От какого? Я думаю, что Он просил сохранить от собственного зла. Я тоже так согласен, да? От эгоизма, да? Это от внутри нас, у каждого это возникает. От разногласий, раздоров, споров. От противоречий с теми, в принципе, которые Господь идет. А эти противоречия внутри каждого человека, они возникают. И вот здесь, как раз, когда мы говорили знать Бога, это значит, у тебя есть опыт, что когда ты поворачиваешься не так, как хотелось бы, то решения бывают самые неожиданные. Такие, каких ты никогда бы в жизни не получил, поступив так, как ты совершил. И далее давайте мы прочитаем. Итак, мы уже отчасти прочитали эти тексты с 20 по 23, 17 глава. Иван Гетояна, 17 глава, с 20 по 23. Пожалуйста, друзья, кто может прочитать? Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да, будут все едины, как ты, Отче, во Мне, и я в тебе, так и они, да, будут в нас едины. Да, уверует мир, что ты послал Меня, и славу, которую ты дал Мне, я дал им, да, будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во Мне, да, будут совершены воедино. И да, познает мир, что ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Спасибо. Как вы думаете, какую идею единства подразумевает Христос вот здесь в своей молитве? Ведь мы реально понимаем, все мы разные, но все-таки, наверное, что-то есть общее, которое должны увидеть люди в нас. Что должны увидеть люди? О каком единстве? И тогда написано, что и миру верует, что Бог есть. Ну, здесь очень четко прослеживается то единственное, которое было между Богом Отцом и Богом Иисусом, Сыном Его. То есть это единство. Бог предусмотрел этот план искупления. Иисус согласился с этим и воплотил. То есть Он не отказался. Он, написано, смирил себя, был послушен. Он исполнил это. И вот это показывает единство всему миру, всему творению об этом единстве. Мне кажется, смотря на это единство, на эту согласованность, на эту подчиненность, на это смирение, мы тоже должны учиться этому. И когда мы будем этому учиться, у нас тоже будет единство. Но мы говорим, что должно быть нечто общее, определяющее, да, потому что мы можем говорить, что Библия, в принципе, может нас не объединить и церковь не объединить, потому что все как бы либо ходят в разные церкви, либо Библию читают по-разному. А что есть то общее, которое может привести нас к единству? Как раз прочитать, ответ находится, Евангелие Теана, 13 глава, 34-35 стих. Заповедь новая даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть вот как раз ответ на ваш вопрос, да, как люди узнают, да, если мы будем иметь любовь между собой. Это тяжело или легко, как вы думаете? Любовь между собой, она может быть только в том случае, когда у нас приоритеты будут одинаковые. Вот вы правильно сказали, тогда у меня возникает вопрос, почему знание беспокоит нас больше, чем любовь? Почему он вот наш ум более заполнен словом, знаниями, пророчеством, чем опытом или делом любви? Ну, Библию прочитать не проблема. Знать, с какого по какое там, да, с какого года по какой, это не проблема. Но почему ум не развивается вот в практике любви? Знания, да, мы читаем масса комментариев, книг, наверное, у каждого из нас. Полки просто вот они, как здесь, они заполнены, но не заполнен ум для того, чтобы делать дело любви. Любить намного тяжелее, чем заполнить свое, так сказать, сознание знаниями. Потому что любовь, она требует жертвы. Ну, почему, вот интересно, вы привели тех, что о любви, да, и помните, Христос говорит как раз возлюби ближним. Вот почему вот этот ближний, он всегда почему-то, ну, кажется нам каким-то чужим и дальним. Все никак он не подойдет вот поближе, чтобы мы его полюбили. Ну, потому что боремся мы внутри себя с эгоизмом, со своим эго, со своим я. И именно поэтому вот так вот в этой борьбе-то нам иногда и кажется, что вот... Мало того, что проблема в человеке, да, вот может быть... Как вы думаете, то учение, которое принес Христос в этот мир, оно объединяет людей или разъединяет? Оно одних объединяет, а других, к сожалению, разъединяет. И объединяет тех, кто пытается найти вот это единство, молится об этом, стремится к этому. Он готов смириться, он готов уступить, он готов молиться, проявить любовь к ближнему. Конечно, вот это объединяет. Но когда человек думает о себе, когда он взращивает зло в себе, когда он свое эго взращивает, конечно, не может быть... Но смотрите, давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 37 текст, что сам Христос говорит о себе и о своем учении. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести на меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невесту со свекровью ее, и враги человеку, домашний его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Но кого-то может радовать такая ситуация. Вот мы говорим, приходит он, привносит свое учение, и вдруг начинается масса проблем. Вот вы говорите, оно объединяет, но сам Христос говорит, я пришел... Знаете, если бы в нашей стране не так давно не вышел закон, который запрещает подвергать экспертизе текст священного писания на предмет соблюдения закона об экстремизме и терроризме, то, наверное, были бы у нас проблемы с этими текстами, потому что первоначально кажется, что Христос... Написано не мир, а меч, да? Это эксперты могут сказать, это же вот призыв к экстремизму, да? То есть надо запретить Библию, потому что она призывает к экстремизму. Но Христос-то не об этом говорит, он говорит о том, что его учение, которое, конечно, объединяет верующих людей, если мы верим в Иисуса Христа, мы объединяемся вокруг него, вокруг его учения. Но это учение отделяет верующих от людей, которые живут по принципам этого мира. Если врач говорит больному, тебе нужно двигаться, да, у тебя есть проблема, вот тебе нужно двигаться, скажите, для человека как сначала воспринимает? Это как облегчение, либо как это страдание? Страдание, конечно. Страдание, страдание, тебя заставляет там столько-то километров идти, бегать, но эти страдания, в принципе, врач же не преследует, цель страдания преследует, чтобы ты был здоров. Очень быстро летит время, я бы еще хотел, чтобы мы на этом могли сказать. Христос говорит, что есть овцы не сего двора. То есть когда мы говорим о единстве, речь, наверное, идет о единстве христиан разных конфессий. Мне как-то однажды сказали, зачем вы крадете наших овец? А вот почему каждая церковь считает буквально всех людей как свою собственность? Ну, это не совсем правильно. Библейская тема говорит о том, что мы являемся Божьим народом. И мы, Бог наш отец, а мы его дети. К сожалению... Но мы ходим в разные церкви. Да, мы ходим в разные. И кто-то пытается навязать людям, сказать, что это моя церковь. Я ее основал, она выросла, теперь я руковожу и так далее. Но это не совсем. Это мы все Божьи дети. И мне кажется, что в данном случае нам надо стремиться, что не овцы этого двора имеются в виду невидимая Божья церковь. Это люди, которые хорошо знают Бога, которые любят своего ближнего и которые находятся во всех других конфессиях. Ну, и у нас буквально 5 секунд. У нас могут быть точки соприкосновения с представителями других конфессий? Конечно, могут. Они обязаны быть. Нет, они и есть. То есть, я принимаю участие во многих межконфессиональных мероприятиях в силу своего служения, общественных связей. И вместе мы сидим вместе с христианами, мусульманами, буддистами, представителями иудаизма. Каких-то даже других, может быть, новых религиозных движений. И мы находим общие точки соприкосновения. Социальная сфера, например. Например, да. Служение людям. Служение людям. Потому что это объединяет... То есть, как бы в любой религии, известной нам, и в исламе, и в иудаизме, и тем более в христианстве, есть учение о том, чтобы мы любили ближних, чтобы мы служили ближним. И это, конечно... Это главная идея, которую Христос привнес в этот мир. Да, да, это объединение. Друзья, я бы хотел еще с вами с удовольствием поговорить. Но время нашей программы, оно завершилось. Я благодарен вам за участие в программе. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Сегодня мы говорили о единстве, когда Христос молился о всех нас, чтобы мы были едины друг с другом. Вообще в жизни так получается, что враг рода человеческого, он делает все возможное, чтобы мы поссорились друг с другом. Чтобы начали враждовать, чтобы сердце наше было наполнено злобой, ненавистью. И когда люди встречаются, люди разных конфессий, они также не могут часто принять друг друга. А Христос говорит, любите врагов ваших. Христос говорит о том, чтобы мы имели любовь между собой. И мир тогда уверует, что есть Бог, если мы будем едины, если мы научимся любить. Тяжело ли это делать? Да, друзья, мы можем с этим согласиться, но Христос готов всегда прийти на помощь. Он говорит, я вам даю этот дар, воспользуйтесь, я готов поддерживать ваши руки, готов даровать вам определенные знания для того, чтобы вы были едины друг с другом. Если есть единство, есть мир, спокойствие, есть понимание друг друга, все тогда от этого будут только счастливы. Мы желаем вам счастья, мира и добра. Будьте едины в своих семьях, со своими друзьями и знакомыми. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего. До свидания.